В России за год продают около миллиона поддельных полисов ОСАГО. Такие данные привели сегодня в Российском Союзе автостраховщиков. Выезжая на дорогу, владельцы фальшивок рискуют сами и нарушают права других добросовестных участников движения. Кто продает и покупает подделки, и как не стать жертвой мошенников. Об этом в репортаже Александра Батухова. Такие объявления о продаже дешевых полисов ОСАГО в буквальном смысле заполонили интернет. За страховку просят немного, от тысячи рублей до двух. И это при средней стоимости полиса ОСАГО в Москве 80 тысяч. Впрочем, продавцы и не скрывают, что торгуют фальшивками. Чистый банк, вообще дубликат, как бы хорошо, качество, всеми водными знаками, там, печатями, квитанциями. Ну, все необходимое. Ну, по нему просто выплаты не будет никакой. Но для ГАИ достаточно? Да, да, для ГАИ достаточно. Ну, что-то люди встают, как не осяг ГАИ, но, в принципе, в целом нормально все. Поддельный бланк ОСАГО практически не отличить от оригинала. Выглядит так же и на ощупь, как настоящий. Фальшивый полис делится на два. Первое – это полисы компании, которые уходят с рынка или ушли с рынка. И полисы уже недействительные. И второе – это чистая подделка, когда просто с условием высокотехнологичных каких-то средств осуществляется подготовка аналогичного полиса. В Российском Союзе автостраховщиков отмечают, что поддельные полисы ОСАГО встречались и раньше. Но их было немного. Но после того, как осенью прошлого года страховка сильно подорожала, увеличился и объем фальшивок. В РСА заявляют, что 5% полисов ОСАГО поддельные. Другие эксперты уверены, что эта цифра сильно занижена. На сегодняшний момент мы отлично знаем, что количество левых полисов на рынке возросло примерно на 80%. Причем даже по данным ГИБДД сейчас при дорожно-транспортных происшествиях 20% полисов – они левые. Если мы возьмем для примера 2014 год, то по данным ГИБДД количество левых полисов не превышало более 5%. В большинстве случаев автовладельцы сознательно покупают поддельные полисы ОСАГО, исключительно, чтобы предъявить бумагу госавтоинспектору. При этом такие водители сильно рискуют. И выплат не будет, и можно даже под уголовную ответственность попасть. Но нередко бывает и так, что автовладельцы и не знают, что приобретают фальшивку. Так было в истории Михаила Станового, который совершенно случайно узнал, что его обманули. Поехал в Москву, мне нужно было вписать человека в страховку, потому что я сам устал ехать. А когда приехал по страховой, по адресу приехал, чтобы вписать человека, мне сказали, что у вас полис недействительный. С фальшивым полисом Михаил обратился в прокуратуру. И проверка показала, что фирма, в которой водитель купил страховку, обманула еще несколько десятков. Автовладельцев сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Чтобы таких историй было как можно меньше, на сайте Российского Союза автостраховщиков в онлайн-режиме запустили проверку. И теперь достаточно ввести лишь номер полиса, чтобы узнать, а не фальшивый ли он. Более того, поддельные бланки теперь легко могут выявить и сотрудники госавтоинспекции, которые также с этого года подключены к общей страховой базе. Александр Потухов, Валерий Жичкин, Анна Пузанова и Екатерина Белова. Первый канал.